Здравия, друзья! Это продолжение. Вот такое продолжение с кантон Ури, с местечка генералиссимуса Суворова, маршал. И мы идём дальше. Поснимаем немножко отсюда. Вот такая вот история. Российско-австрийско-швейцарско-французская. Потому что на земле швейцарской боролись, вернее, ввели военные действия совместно российские войска вместе с австрийскими против... Вот они, советские граждане. Пикник у них против французских. Вот так. Идём дальше. Смотрите, написано на русском. Бар Суворов. И такая вот... Барта закрыта, видите, на замочке. Такая вот замануха для русских. А посмотрите, здесь... Вот он, дьявол. Вот он, дьявол. Такая фреска. Её, конечно, восстановить надо, она очень бледная. Вот он, мост. Карета. Мы идём дальше. Здесь, кстати, нужно подняться ступенькам. Ходы и выходы. А мы вон там проходили в предыдущем видео. Друзья, ветер, шум от воды. Стараюсь... Не подцепила наушники. Потому что, без толку их подцеплять, всё равно не взяла тот наушник, который... С губкой, которая от ветра... Ну, вот так вот лоханулась. Бывает. Вот такая вот красотища здесь. Вот такое горло дьявола. Ну, вот здесь вот этот был мост. Или же вот этот мост, на котором мы ходили. Идём, вернее. Сейчас я у Марка спрошу. Мы с вами сейчас зайдём вот в тот туннель. И пройдём вот так, 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 так. Внутри этих гор. И выйдем вот отсюда. Друзья, какая чистейшая вода. И она же вся структурированная. Потому что вот эти водопады её структурируют. Её разбивают. И она тогда легко усваивается организмом. То есть, каждая клеточка в свою мембраму может её всосать. Я извиняюсь за это выражение. Значит, вот на котором мы сейчас с вами стоим в мосту. Когда-то он был деревянный. И через него был переход. Вернее, вместо этого был мост деревянный. Сейчас я вам наговорю. На плиту. На плиту плетень, на плетень. Он говорит, что написано, что здесь раньше был ход для военных. Но сейчас его открыли. И вот он был в открытом состоянии. Видите, там даже свет провели. А наша с вами задача ещё немножечко опуститься здесь. И если посмотреть, вот что у нас здесь. Какой-то святой. Надписи никакой нету. Вот он за решёточкой. И под стеклом. С младенцем. Мы пойдём посмотрим, что у нас там дальше. Какой вид. И отсюда тоже посмотрим, откуда мы пришли. Там стоит машина на стоянке. И вот где мы с вами начали видеоматериал. А здесь мы предыдущий закончили. А видите, вот здесь вот асфальт. Слева камень крупный. И здесь мелкая щебёнка. Видно, они расширили мелкой щебёнкой. Так, сделала пару фотографий. И глянем, что у нас тут внизу. А внизу у нас вот этот мост. А вот поезд идёт, друзья. Горда море тремя. Вот она, структурированная водичка. Марко сказал, что вот этот вот асфальт мелкощебёночный, да, его положили для велосипедов, которые меня чуть не сбили. А вот по щебёнке люди ходят. Вот эти две дамы, вот они уже раз и уже туда пришли. И там смотрят. По самому, что это расстраивает, это по самому виду лимб. Так. Ой, какая мощь, друзья! Представляете, сколько эти камни видели людей? Всяких разных. Здесь за кустами не очень хорошо видно воду. Так, люди пошли. Ещё вниз, а мы поднимемся. Уже пойдём в подземный переход. Ещё раз обратите внимание, что у них вот такие вот есть подземные структуры, куда ты заходишь и ремонтируешь. Электричество там проходит, коммуникация, короче. Может проходить трубы для воды, для канализации, ну и, наверное, телефон для связи. Обратите внимание, сосульки висят. Ах, кальций! Так, что хотела сказать, что мы здесь уже были не первый раз, но каждый раз, когда приезжаем, что-то, ну, не тут новое. Вот как тут подземный переход сделали новый. Всё держат в хорошем состоянии, обновляют, если что. Почему? Потому что место туристическое. Бары и рестораны в это время годы закрыты, но летом всё открыто, кстати. 10-е, 12-е, 11-е, 2011 года они сделали вот такие вот металлические штучки для того, чтобы люди лазили по скале, вот по этой. Ой, ну это что-то нечто. И вбок идёт, и вверх. Экстремальный такой спорт. Лазиня по скале, скалолазание. Ну что, идёмте внутрь. Как видите, здесь щебёнка. Ну и такие вот коридорчики. Красная стрелка. Ой, длинный коридор. Сыра. Мы видим воду. И капли. Даже вот, видите, стены мокрые, блестящие. Электричный провод. И капает. С поворотом. Давайте ещё раз вот так. Здесь сухие стены. Вот какой мы туннель прошли. И вон люди уже. Другие за нами уже идут. Практически на выходе. Шум воды. Ой, какой шикарный вид здесь. Боже ты мои. Мы же не были на этой стороне ни разу. Видите, что-то новенькое. Открыли проход для туристов. У нас, когда гости приезжают, мы их сюда привозили раньше. И поэтому с гостями-то я никогда видео не снимала особо. Следующие гости, кто приедут, обязательно привезём их сюда. Наичистейшая вода, друзья. Просто вот такая вот изумрудная. И с минералами. Вот теперь можно уже подняться. Видите, веревочка здесь для рук. Вот она. Вот она, стояночка. Вот такой небольшой вид с другого ракурса. У меня пара за рта, друзья. Вот здесь, видите, какого качества ступени. и решётчатые. И вода не скапливается. Всё замечательно. А здесь проходил поезд. И проходит электропоезд. Мотоциклисты. Так. Всё замечательно. Всё. Всё видите. Вот она. Вот это. Всё. 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 ну вот мы дошли уже до этого места марка сидел на этой лавочке ее сделали в двенадцатом году ури трансм двенадцатом. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Смотрите, что-то новенькое пристраивают. Добавил субтитры DimaTorzok Тоже ступеньки вниз, но закрыт проход. Вот какая-то либо станция, либо какое-то подземное сооружение. Ну, что-то есть. А это прям следы большого человека больше моей головы. Так, вот по этой дороге мы шли, где люди идут. А здесь, обратите внимание, как я говорила, много таких входов и выходов. Добавил субтитры DimaTorzok 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 От французов, потому что их не поддержали австрийцы. Местечко легендарное, тоже благодаря легендарному человеку. И что еще хочу сказать? Ну да, вот такой вот генералиссимус, маршел. Рабовладелец, ну, не рабовладелец, а хозяин людей, которые были без паспорта. Сейчас минутку вспомню, как это называется. Крепостные. По поводу крепостного права. В то время ещё у него были крепостные. Ну, всё, друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья и удачи долгих лет жизни из кантона Урии. Всем пока!